Явное раздражение у американца вызвали на этой неделе выводы комиссии ООН по нарушениям прав человека в Сирии. Ну а что же касается использования там химического оружия, то это вообще осталось недоказанным. И уж совсем шквальную критику в США вызвали заявление члена комиссии ООН, бывшего главного прокурора Швейцарии и гаагского трибунала Карла Дель Понте, о том, что химоружие в Сирии могла применить вооруженная оппозиция. Карла Дель Понте, крепкий орешек. В прошлом не оглядывалась ни на Америку, ни на Россию и уж точно не хотела нравиться никому. Тем не менее, высшие должностные лица США, включая президента Обаму, все чаще возвращаются к теме химоружия в Сирии. Возникает ощущение дежавю. Это как с Ираком, когда 10 лет назад комиссия ООН во главе со шведским дипломатом Хансом Бликсом никак в Ираке не могла найти следов химического оружия. США все нажимали. А Ханс Бликс тогда даже взбрыкнул, мол, работает его комиссия по мандату ООН, а не по заданию США. В результате, тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл сам вышел на публику с пузырьком белого порошка, объявил это химическим оружием Саддама Хусейна. Спустя полтора месяца, несмотря на опровержение Ханса Бликса, США совместно с Великобританией стали бомбить Ирак. Так началось вторжение. Мир был обманут, а в Ираке погибли сотни тысяч. Подавший в отставку тогда Ханс Бликс шутил. Потом, мол, его комиссия обнаружила в Ираке так же мало, как и американцы, но за куда меньшие деньги. Такое впечатление, что сейчас США и Великобритания следуют в Сирии тому же усталому сценарию. Вот британский премьер Дэвид Кэмерон в среду 8 мая, выступая в парламенте, заявляет. К нам продолжают поступать ограниченные, но убедительные сведения относительно того, что известный своей жестокостью режим Башара Асада применял и применяет химическое оружие, включая зарин. В результате пространство для сомнений по этому вопросу продолжает сокращаться. С этим надо думать. В конце недели Дэвид Кэмерон и пожаловал в Россию к Путину. Путин послушал, прокатил Кэмерон на вертолете над Олимпийскими объектами, а по результатам переговоров сухое заявление для прессы в самых общих формулировках. До этого примерно такого же результата с Путиным добился прилетавший во вторник и среду в Москву госсекретарь США Джон Керри, который почему-то просил нас ракеты в Дамаску не продавать. Согласия не получил. Не получил потому, что Москва иностранного вторжения в Сирию не хочет. И слабину, которую в свое время Россия допустила в отношении Ливии, повторять не станет. Ливия ведь фактически распалась. Некогда цветущие города превращены в щебень, а людей там похищают чуть ли не каждую неделю. Не нравится это Москве. Зато, глядишь, и какой-нибудь американский посол уцелеет. Из официального заявления для прессы по итогам встречи Путин-Кэмерон мне лично понравились такие слова. У нас есть общая заинтересованность в скорейшем прекращении насилия и запуске процесса мирного урегулирования сохранения Сирии как территориально-целостного суверенного государства. Хоть так, до сих пор ведь на Западе говорят о возможном расчленении Сирии. Выходит, премьер Дэвид Кэмерон теперь этого уже не хочет. Сама Сирия тем временем демонстрирует уверенную и спокойную силу. Прямо отвечать на авиаудары израильские ВВС по пригородам Дамаска, а это случилось в ночь на прошлое воскресенье, Хафиз Асад не стал. Если Израиль ждал ответных ракет по типу тех, что летят в его сторону из сектора Газа, то от Асада он их не дождался. Да, у него и нет таких, для которых взрывчатка замешивается палкой в кастрюле. Есть другие, с куда большей разрушительной силой. И Израиль сам должен решить, готов ли он к ней, прежде чем санкционировать следующий вылет своих ВВС. Пока в качестве промежуточного шага Дамаск разрешил палестинским группировкам открыть на голландских высотах свой фронт войны с Израилем. Напомню, что голландские высоты – это спорная территория между Сирией и Израилем, которая имеет статус буферной зоны и которую формально контролируют миротворцы ООН. В результате авиаударов по пригородам Дамаска Израиль получит для себя на голландах фронт. Из Дамаска наш специальный корреспондент Евгений Подубный. Вот результаты атаки ВВС Израиля. Недалеко от военного научного центра под Дамаском уничтожена ферма, которая снабжала вооруженные силы Сирии продовольствием. Эксперты в столице говорят, израильтяне просто промахнулись. Но первый удар этой серии, по данным военных, у него в жизни 40 солдат. А это не могли оставить без внимания противники Израиля в регионе. Голланом Дамаск стянул дополнительные силы ПВО. А в соседнем Ливане руководители движения Хизбалла заявили, что теперь-то уж точно окажут в Сирии любую возможную поддержку. Руководитель парламентского блока Хизбаллы – фактически второй человек в организации. Считает, насилие в Сирии провоцируют союзники оппозиции. А теперь и Израиль помогает противникам Асада. Политические силы в регионе и вообще в мире, которые поддерживают и вооружают наемников в Сирии, эти силы имеют иллюзии относительно того, что с помощью наемников они в состоянии повернуть в свою пользу ход событий в Сирии. Мы видим отчаянные попытки наемников при поддержке внешних сил изменить ход событий в свою пользу. Однако это абсолютно тупиковый путь. Естественный выход – это политические решения. В Хизбалле вообще решили, что действие Тель-Авива – это хороший повод для активизации борьбы на оккупированной Израилем территории. Хасан Насрула даже сообщил, что теперь Дамаск передаст активистам Хизбаллы оружие, которое изменит баланс сил в регионе. Мы достойны иметь такое оружие, и мы будем использовать его, чтобы защищать наш народ, нашу страну и наши святыни. Вы навязали войну Сирии, и теперь мы начинаем народное сопротивление на голландских высотах. От слов к делу противники Израиля перешли быстро. Теперь у границы сирийские военные, палестинские добровольцы, боевики оппозиции. Через сутки после выступления лидера ливанской организации Хизбалла представитель движения «Свободная Палестина» сообщил, что члены отряда сопротивления, это палестинцы, нанесли ракетный удар по израильскому радару в городе Джабал-Аш-Шейх. Вот с этой точки даже виден этот радар. Организация, которая взяла на себя ответственность за эту акцию, сообщила, что начинает набор добровольцев и пообещала продолжить обстрелы голландских высот. Похоже, после серии атак израильских ВВС в регионе появилась еще одна точка напряженности. При этом в районе столичной провинции правительственные силы, похоже, действительно нанесли серьезный удар по отрядам вооруженной оппозиции. В Дамаске крайне редко теперь слышны звуки артиллерии. Многие районы патрулируют силы самообороны. После терактов, а они здесь случаются чуть ли не каждую неделю, добровольцы из числа местных жителей сами охраняют свои дома. Хасан показывает фотографии своего сына, военной. Он погиб в пригороде Холмса от пули снайпера. После того, как погиб мой сын, у меня не осталось выбора. Только сражаться и защищать свой район. Мы должны помогать сами себе. В штабе вооруженных сил заявляют, отряды оппозиции несут ощутимые потери. Каждый день по 100 человек. При этом в самой свободной армии большие разногласия. Столкновения радикальных исламистов с умеренными активистами продолжаются. И этим, похоже, вполне успешно пользуются армейские подразделения. Евгений Поддубный, Александр Пушин и Дмитрий Масленников. Вести недели из Сирии.